Сегодня мы живём в такое время, когда, наверное, об одной теме говорят весь земной шар. О вирусе, коронавирусе. Вот об этом говорят все, пишут все, все, все. И знаете, если окунуться, очень трудно там разобраться, потому что пишут кто что угодно, чрезвычайно трудно. Но правду пишут или нет? Раз, это вопрос у меня возникал. Пишут до конца, вот ещё моё одно наблюдение, что кажется, что-то знают намного больше, чем мы можем почитать. Знаете, почему? Или это так на самом деле есть, или просто, так сказать, та немного информация, но её преподают так, чтобы люди боялись больше, чем надо бояться. Вот одно из двух. Или знают больше, чем на самом деле, или преподают нам, чтобы мы боялись больше, чем надо бояться. Хотя, знаете, что, чтобы мы не боялись, это одно из предупреждений Христа, что будут военные слухи, будут другие слухи. Не бойтесь, не ужасайтесь. Поэтому проявление веры, вот, во-первых, не ужасаться. Какая бы ни была информация. Да ещё другое, знаете, меня поражает. Вот пишут правду или нет? Как это определить? По сути дела, сегодня как будто вот... Один мне пастор говорит, знаешь, что сейчас проповедуется Евангелие коронавируса. Потому что все об этом только пишут, говорят, думают и беспокоятся. Вот, говорит, именно как Евангелие коронавируса. И возникла, знаете, одна мысль. Вот во всей информации она неправильная, которой заполнены все-все средства массовой информации. Знаете почему? Во всех этих размышлениях Бога нет. Ни слова о Боге, ни слова кто-то из Библии. И поэтому, какая бы ни была мудрость, какая бы ни была там глубина, какая бы ни была правда, но там нету правды. Почему? Правда может быть тогда, когда есть место Богу. Вот если бы в этих же статьях, но авторе, вот что-то о Боге, пускай даже что-то и неправильно, пускай что-то и несовершенно, но уже был бы какой-то свет. А вот во всей этой информации нету света. Почему? Потому что то ли это люди произвели, то ли это случайно получилось, то ли это нарочно, так сказать, от неудачных экспериментов, но всё равно, так сказать, оно произошло как будто без Бога, и как будто без Бога можно справиться. Но я вот что хочу сказать. Всё, что это произошло, не без Бога произошло. Ну, я для этого хочу прочитать место священного писания. Книга Амоса, 3 глава, 6 стих и дальше. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Вот написано – Господь попустил бы. И отсюда, ну, наверное, размышления. И отсюда не хватает, знаете, вот во всех анализах этого бедствия, почему Бог попустил, или для чего Бог попустил, или за что Бог попустил, и так далее. Понимаете, что? И нету правильного ответа. И нету правильного ответа, и все меры тоже не до конца могут дать спасение, потому что меры все, знаете, на уровне человеческом, и только человеческом. Но причина вся – Бог попустил. Давайте так скажем. Может быть, даже и другое. Бог не только попустил, а специально приготовил, разрешил и подготовил. Если мы читаем вот во всем Ветхом Завете, то было время, когда Бог готовил, знаете, Бог готовил Ассирийское царство, и всю его, этого царства, знаете, машину такую, экономическую, военную, политическую для чего? Чтобы наказать грех народа израильского, наказать грех десяти колен. Но Бог готовил специально для этого империю, Ассирийскую империю, с её мощной машиной, экономической, политической, так сказать, и военной. Бог точно так же потом за грех народа иудейского, иудейского царства, готовил Вавилонское царство, которое было в своё время тоже такой мировой империей, и для одного дела, чтобы наказать иудейское царство за идолослужение, за отступление и так далее. И поэтому есть, когда Бог готовит спасение и благословение, и есть, когда Бог готовит орудие наказания для наказания за грех, за отступление, или даже для наказания, остановки, так сказать, греха. Поэтому и вот во всём, во всём информации, которая, знаете, ну, по сути дела, вот Бога вообще нету, и даже никаких, так сказать, ссылок на Библию и на пророчество. Ну, а из Нового Завета мы уже всех должны хорошо знать, Евангелие от Матфея 24 главе, 7-8 стих, кажется, эти стихи, там говорится о том, что будут глады, моры, землетрясения. Глады – голод, моры – эпидемии болезней. Это пророчество. Это пророчество, хотя это пророчество такие, знаете, неопределённые, не говорят ни о времени, ни о количестве, а, так сказать, вот, ну, могут быть, понимаете? И может быть... И вот когда Христос перечисляет вот все ну, вот эти вот все признаки последнего времени и перечисляет – будут глады, моры, землетрясения. Христос предполагает помощь, спасение от этих бедствий или нет? Лично моё отношение, что все-все пророчества с одной целью – чтобы люди могли спастись, чтобы люди могли иметь милость, чтобы люди могли иметь какую-то защиту. Вот только с одной, с одной этой целью все пророчества. И это же Христос предлагает, ну, как даёт пророчество для спасения. Для спасения. Есть, когда можно спасти... Есть периоды, когда, как он скажет, спасение может быть уже только индивидуальное. Есть периоды времени, когда спасение может быть не только индивидуальное, но коллективное. То есть коллективное, когда там племя, народ или страна, или, может, даже и группа стран может иметь спасение. Но для этого же, знаете, должен быть совершенно другой анализ. Анализ был быть, так сказать, вот исходя из библейской заповедей и, так сказать, духа Библии и причин библейских. А сегодня все пишут только, так сказать, знания светские, знания медицинские, ну, и статистика. И статистика, и так далее. Понимаете, что... Поэтому пусть Господь поможет нам понимать и относиться. Относиться, как я вам скажу, с одной стороны, слушаться и выполнять, но с другой стороны, понимать. А это не до конца, не даёт спасения. Я хочу привести ещё один пример из Священного Писания об одном... Вернее, так. Может быть, мы немножко остановимся. Вот что. Конкретно о каких-то эпидемиях болезни в Библии есть. Есть, наверное, одно пророчество, я прочитаю. Книга Откровения, 9 глава. С первого стиха. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, вышел дым из кладезя бездны, как из большой печи, и помрачила солнце и воздух от дыма из кладезя. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и дано было ей, чтобы не делало вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучения от неё, подобны мучению от скорпиона, когда ужалить человека. Вот есть одно пророчество, это из Откровения. Ну, сейчас ещё это время не наступило. Не наступило, но я прочитал, чтобы мы могли знать это Писание, и как-то размышлять, и думать, и оно будет. И дальше в этой же главе продолжается 12 сех, я считаю. Одно горы прошло, то есть это горы, когда вот это вот, так скажем, это можно назвать эпидемией болезни, какой-то эпидемией болезни, оно будет мучить людей пять месяцев. Может, это будет инкубационный период столько. Я представил сегодня коронавирус, инкубационный период, то есть открытый период, две недели, и то, сколько тяжестей, и так далее, и страхов. А если вдруг будет такой, что инкубационный период пять месяцев? Может быть. Но дальше в книге Откровения, 9 глава, 13 стих, и дальше. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос из четырех рогов, золотого жертвенника, стоящего перед Богом, и говорившего шестому ангелу, имеющую трубу, освободить четырех ангелов, связанных при реке Евпрате. Освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, день и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. И дальше вот описано, что будет умершлена третья часть людей. Какое-то короткое-короткое время. Это ещё не наступило, это ещё будет. И чтобы мы, как вам сказать, прежевременно не боялись, но это ещё точно не наступило. Понимаете, что? Это, говорится, пророчество, которое будет, и цель вот этих вот, и, может быть, вот этих всех, и какая цель вот в Библии вот этих всех бедствий, которые обычно относятся, можно относить к периоду великой скорби или к периоду часа искушения, годины искушения, в нашей Библии есть такое выражение. То есть это к самому-самому последнему времени. Цель одна – чтобы люди покаялись. Цель одна, и здесь мы видим, что одна третья часть людей, которых, ну, посетит вначале вот болезнь, а потом посетит их смерть, и это будет такое от Бога, ну, знаете, вразумление для смирения, для покаяния, для призвания имени Господнего. Именно для призвания имени Господнего. Ну, чтобы мы понимали, это ещё будет. Сегодня не это. Сегодня намного проще и легче. И дальше я хочу прочитать ещё об одном таком пророчестве и бедствии, которое написано в книге Библии. И, знаете, какой метод Писания советуют для спасения людей. Книга Иоиля, вторая глава. Я тоже здесь буду читать большой отрывок с первого стиха. Иоиль, вторая глава. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да терпещу все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя зора, распространяются по горам народ многочисленный и сильный, какого ни бывало от века, и после того не будет рода Берадоу. Перед ним пожирает огонь, и за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а посади него будет опустошённая степь, и никому не будет спасения от него. Здесь можно по-разному. Можно здесь считать, что это пророчество о каком-то военном действии, и какое-то, так сказать, ну, идёт, вот, скажем, оружие, поражение. Может быть, здесь и что-то наподобие стихийного бедствия, наподобие саранчи, потому что перед саранчой тоже земля может быть, как сад Эдемский, да, и после саранчи, ну, как пустыня, когда ничего живого не остаётся. И то, и другое, может быть, подходит. Точно здесь может подходить, и знаете, к какой-то эпидемии болезни, перед которой, знаете, ну, вот, жизнь есть. И после, и после прихода этой эпидемии болезни никакой жизни не остаётся. Смерть. Понимаете, вот. Ну, и здесь описание, знаете, я пропущу, так, вот, потому что, ну, хотя, может, здесь вот описание. И вид этой саранчи, как вид коней, это четвёртый стих, и скачут они, как садники, и скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесницы, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. Привидееве затопещут народы, и у всех лица поблизнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идёт своей дорогою, и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идёт своей стезёю, и нападают на копья, и остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, ходят окна, как вор. Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет. Господь даст глаз своим, своим боинством своим, ибо весьма многочисленное полчища Божие, и могущественный исполнитель слова Его. Ибо велик день Господень, и весьма страшно, и кто выдержит его. Но и ныне, вот Бог даёт совет, говорит Господь, соберитесь ко мне, обратитесь ко мне всем сердцем своим, посте, плача и рядании. Вот здесь Слово Божие даёт конкретно совет, совет, как спастись от того вот бедствия, о котором здесь написано, а именно, обратитесь ко мне всем сердцем своим, посте, плача и рядании. Раз и дальше. Раздирайтесь сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу вашему всем сердцем, ибо он благ и милосерд, дороготерпелив и милостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Бог и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу нашему. Вострубите трубою на сегодня, изназначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господня, и говорят, пощади Господи народ твой, не предывая наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их. Вот совет, который даёт Господь, по сути дела, для того бедствия и даёт, ну, скажем, по сути дела, всем народам, всем языкам и каждому из нас, и церквям, и братствам, и народам, и индивидуально каждому из нас, как иметь спасение от этих бедствий, а именно что? Сделайте собрание, соберите на это собрание и старцев, и грудных детей, и, соответственно, и юношу, и невесту, и средний возраст, и что делать на этом собрании, и каждый, и раздирайте сердца ваши, а не одежды, и обратитесь к Богу вашему. Обратитесь к Богу вашему, ну, значит, так, в раскаянии, в смирении, в покаянии своих грехов. Буквально, буквально, это выполнено один раз, пример есть в Писании, когда царь Неневии, вот он услышал о бедствии, он услышал о бедствии, или, наверное, ему тоже пришёл слух, и кто-то подданные рассказали, значит, так сказать, о пророчестве, которое пророчествовал, и он ходил по Неневии, так сказать, и вот пророчествовал 40 дней, и Неневия разрушена. Знаете, я представляю, вот если бы сегодня, ну, его бы точно объявили террористом, и как злого террориста, и, так сказать, и такого человека, который вот не даёт спокойно жить, нету оптимизма, его бы наказали, сильно-сильно наказали, в общем-то, а там царь смирился, царь смирился, царь смирился, и, скажем, издал декрет государственный, или закон, ну, по всей видимости, там, знаете, была монархия абсолютная, а может быть, и было что-то наподобие парламента, и дума, и думы, так сказать, царь издал декрет, что назначил трехдневный пост, молитву, и приказ царя, чтобы все каялись, смирялись, и исповедались, и все, и что Бог обратил внимание, я представляю, знаете, сегодня коронавирус, вот он шагает, значит, с одной стороны по другой страну, и охватывает, и, знаете, по крайней мере, экономические последствия, тяжелые уже есть, и они придут, ну, к нам приходят всегда немножко с опозданием, но придут, и спасение, если бы, или политические вожди, или религиозные вожди, что это значит, ну, допустим, Папа Римский, или Патриарх Морсковский, а еще есть Патриархов, кажется, около пять Патриархов, это Патриарх Иерусалимский, Патриарх Антиохийский, так сказать, вот они, ну, каждого свои метрополии, свои какие-то, ну, пределы власти, а неважно кто, или любой, допустим, президент какой-то страны, и призвал, призвал свой народ, или из тех, ну, кто принимает его авторитет, или он над тем страной, и пост, и молитву, Господи помилуй, Господи помилуй, это же могли бы делать, знаете, и руководители, знаете, по сути дела, любых, и еванских, и протестантских движений, то есть, и председатель союза баптистов, и председатель союза, так сказать, евангельских, христиан веры евангельской, или адвентистов, но призвать, призвать такому, именно вот к этому действию, я думаю, был бы ответ от Бога. Мы сегодня, знаете, делаем, и я хочу тоже сказать, что мы читаем советы, но это все не полные советы, без Бога. Без Бога может быть помощь? Может быть, но очень частичная, очень незначительная. Это не останавливает, ну, проблему вот так ребром. Проблему ребром, вот царь Неневии, вот точно он поэтому, по сути дела, пророчество сделал, которое я прочитал у Аиля. Он не знал об этом. У него, ну, как-то, может, здравый смысл, может, так сказать, Дух Святой подсказал, или напомнил. А для нас вот это есть. Я хочу, сейчас мы будем заканчивать молитвой. Как заканчивал молитвой? Знаете, что? Ну, наверное, у нас дети или внуки болеют. Что делать надо? А в пределах своей семьи вот делать это же самое. Чтоб дети не болели, внуки не болели, объявлять трехдневный пост и то, что здесь написано. То, что я прочитал у Аиля, и то, что сделал царь Неневии. Конечно, хорошо было бы, чтобы это делала церковь, которая, ну, в пределах своей компетенции, в пределах своих членов церкви и к тех, кто ходит, и, может быть, ну, на кого распространяется. И, конечно, если бы нашлись вожди, неважно, или религиозные, или политические, я когда об этом думал, наверное, я размышлял об этом, я же, я в интернете нашел один ответ. Знаете, кто отвечает? Отвечает на этот вопрос Ткачев. Он говорит, что сегодня ни один политический вождь не решится на такое. Почему? А это потеря своего авторитета и своих выборщиков, и больше его не выберут. Понимаете, что? Я очень сильно удивился, что он так, что говорит, ни один, ни в одной стране не найдется. Понимаете? Вот. Правда, он не отвечает, найдется или не найдется религиозные вожди. Понимаете, что? Но это единственно правильно. Это бы остановило. Или, по крайней мере, знаете, что, в какой-то стране остановило. И поэтому мы сейчас помолимся. Помолимся за себя, чтобы Бог сохранил. Помолимся за себя, чтобы сохранил и от болезни, и от последствий экономических. И помолимся о детях. И, наверное, знаете, помолимся, чтобы нашлись такие вожди. Вот. Вот в любой бы стране, не знаю там, африканская, азиатская или латинской Америки, но нашелся бы народ, нашелся бы страна, может, даже и самая захудалая, я думаю, что Бог бы остановил. И еще что, одно нужно. Знаете что? Нам не хватает, я не знаю, мы... Вот сколько идет молва о коронавирусе? Ну, так, три месяца, да? Я тоже задумываюсь. За эти три-четыре месяца мы научились об этом свидетельствовать или нет? И мы научились об этом говорить вот, ну, рядом находящимся, где живем, работаем и общаемся. понимаете? Это молитва наша и наша нужда, чтобы мы научились об этом говорить и с любовью, и с тактичностью, и предупреждать. Сегодня все люди в страхе, в страхе, но им не дается путь спасения, полный путь спасения. Потому что любой полный путь спасения, это будет связано с Богом. И только с Богом человек может спастись. Без Бога временно он может, частично он может, понимаете, и будет иметь, но все равно. А для того, чтобы вот такой путь спасения с Богом, это наша всех нужда, что, Господи, дай и мудрость, и силу, и этичность, и тактичность, и умение говорить, и не бояться, и умение, как вам сказать, не ожесточение вызвать у людей, а наоборот, интерес и помочь спастись. Мы будем делать заключительную молитву. Вот в комплексе вот во всех этих размышлениях. По возможности преклоним колени и будем молиться. Капли Сота слушай и надедайся. Сота слушай и надедайся. Сота слушай